Итак, «Тамасо ма джотер гамая». «Тамасо» означает «невежество». Невежество. Муж пьёт, мы испытываем страдания, у нас бедная жизнь, нет знаний, мы не образованы, работаем тяжело, трудимся, нет нормальных связей, даже не можем устроиться на работу или мы не можем наладить отношения. Жизнь как во сне, во тьме, тяжёлая, жестокая жизнь. У меня всё плохо в жизни, помогите. «Асото», «Тамасо ма джотер». «Джотер» означает «свет». Солнце, когда восходит, вся тьма рассеивается немедленно. Человеку не хватает только знания. Знание — это не то, что в книжках написано. Знание приходит в сердце в результате глубокого осмысления, опыта, практики. Человек должен учиться жить правильно, со всех сил стараться. Знание передаётся от тех, кто так живёт. Оно не может из книжек вырваться, но вырывается из сердца того, кто имеет это знание. «Джотер» означает «свет». Святой человек, тот, кто светится, означает, что от него исходит счастье, правильность жизни. Это не то, что у него голова как лампочка горит и рассеивает темноту ночью. Нет. Он отдаёт счастье, когда на него смотришь. Это святой человек, он соткан из знания, как правильно жить. Он даже говорить ничего не надо, он просто излучает это знание. И всё. «Мритюр» означает опасность для жизни ситуации. Бросает, кто-то бросает мужа, жену. Человек тяжело болен. Страна в состоянии войны опасна. Страх, смерть, много опасностей, преград жизни, суд, насилие. «Мритюр» означает энергия смерти. Она по-разному может действовать, она вызывает страх. «Амритам» означает любовь к Богу. Любовь. «Амритам» означает любовь. Если человек любит Бога, или он соприкасается с теми, кто любит Бога, даже страх смерти отступает. Не может победить того, кто любит Бога. Даже если человек должен уйти из жизни, то у него нет страха смерти, если он любит Бога, потому что Бог ему показывает его следующую жизнь. Но ему уже показывают, что с ним дальше будет, поэтому нечего бояться. Он чувствует счастье, уходя из этого мира, раньше, чем даже он ушел. Контакт с Богом освобождает от всех страданий человека на пороге тяжелейших испытаний. Даже он не чувствует страданий, такой человек. У меня есть много-много примеров, я это видел своими глазами много раз, как это происходит. Итак, если вы суетитесь, вам нужно в храм, нужно съездить в отпуск, не врея даже нера, а в какой-то храмовый комплекс и пожить там. Психика успокоится, станет все понятно, спокойно в жизни. Если вы чувствуете, что вы не понимаете, как жить, у вас жизнь непонятно, как протекает, вам нужно знание. Постигать знание, изучать глубоко, пытаться... Знание три стадии имеет. Первая стадия — слушание с верой. Надо слушать с верой. Вторая стадия — это пробовать это делать, смотреть, как это получается. И третья стадия — знание — это удивление в сердце. Действительно это так оказывается? Вот что произошло. И сразу человек чувствует, что так и надо жить, все, у него нет сомнений. Называется реализованное знание. Человек чувствует, что вот оно, это ему помогает в жизни, это его побеждает. Одна женщина говорит, у меня муж пьет, Олег Геннадьевич, пьет, помогите мне. Другая женщина говорит, да, у меня муж пьет. Мне не надо помогать. Он же меньше пьет. Я чувствую, что я скоро вообще сделаю так, чтобы он не пил. Я молюсь, все, я вижу, мне спокойно. Я чувствую, что он уже бросает. Поднимите руку, у кого сейчас такая ситуация? Вторая. Вторая ситуация. Кто молится и муж бросает, вам спокойно. Вот женщина есть такая. Она не подходит, не вопрос, не задает, потому что проблемы нет. Есть просто объем работы. Допустим, если женщина моет на кухне грязную посуду, у нее нет проблемы. Есть просто грязная посуда, она ее моет. Ее спросить, ты страдаешь? Она говорит, нет. Просто трудности есть, я мою посуду свою. Также надо мыть посуду своего сердца. У нас там есть грязь в сердце, надо учиться ее мыть. Но большинство людей не знают, что это та же самая грязь, что на кухне. Разницы нет. Просто с ней надо трудиться, работать. Люди подходят ко мне, говорят, Олег Инатьевич, я не могу так жить. Ну, значит, там есть грязь в сердце. Трудись, работай над ней. Эта работа такой же труд, только он отличается тем, что за него деньги не платят, и что это надо делать наедине с собой. Надо садиться перед алтарем, включать голос святого, настраиваться, или просто те, кто молится, настраиваться на них. Вместе с ним читать молитву и наблюдать за своим сердцем. Вы увидите, как там все будет меняться. Оно очищаться начнет. Даже просто мы повторяли, я желаю всем счастья на лекции. Многие из вас уже почувствовали себя легче. Поднимите руку, кто? Видите, уже 20% зала. Замечательно. Представьте, если вы будете каждый день по часу это делать. У вас вся жизнь изменится через месяц. Просто мы ленивые, мы не хотим это делать. Мне некогда, я занято. Чем? Если вы молитесь, все ваши ниточки жизни улучшаются. Я бегаю еще работу целыми днями. Я не могу молиться. У меня семья с голоду помрет. Да ты сядь, помолись. Твои ниточки очистятся, ты первое попавшееся место зайдешь и найдешь там работу сразу. И зайдешь куда надо, потому что Бог тебя туда приведет. Если человек уже победил судьбу, ему не надо напрягаться. Все происходит само собой. Понимаете? Но если человек не победил судьбу, тогда сколько бы он ни бегал, у него все равно ничего не получится. От печали до радости просто ваш объем работы. Молитесь, она будет печаль. Уходите, сердце, радость будет увеличиваться. Это кажется только встречу нескоро. Вы начните это делать в сердце своем. Молитва, духовная жизнь. Понятно, что вам тяжело себя заставить. Я понимаю. Но нет другого выхода. Я понимаю, что вы утром встали сегодня, думаете, ну завтра помолюсь. Сегодня как-то не могу. Я это все понимаю. Сердце ленивое, оно не хочет быть счастливым. Понимаете? Не хочет. Даже если оно уже это умеет делать, все равно не хочет. Я в Киев приезжал, когда только война началась. Все глаза квадратные. Из аэропорта вышел, все белые ходят. Бледные люди все, белые, в шоке. Я думаю, сегодня всю лекцию буду про молитву говорить. Прочитал лекцию про молитву. Все начали молиться сразу. Испугались, все начали молиться. Потому что так действует закон. Страх – самая большая сила, побеждающая судьбу. Я приезжаю через месяц, спрашиваю, кому стало легче. Поднимают ползала руки. Я говорю, а кто из вас продолжает молиться, те, кто подняли руки? Одна треть только продолжает. Я говорю, остальные, вы что не молитесь? Они говорят, а легче стало, и все. Это значит, нам много не надо, понимаете? Нам много не надо в жизни. Вот чуть легче стало, и все. И до свидания молитвы. Так значит, мы сами не хотим много счастья. Мы не хотим много счастья. Нам надо чуть-чуть просто, чтобы спать нормально своим сном, который называется жизнь. Мы спим тебе хорошо, да, ну, слава. Война идет, да, идет, но мне хорошо. Вот, можно дальше спать. Расслабились. Я говорю, молитесь дальше. Почему вы расслабились? Надо побеждать свою судьбу дальше. Надо быть сильнее. Надо развиваться в жизни. Женщина не должна быть одна. Если она одна, значит, она должна так сильно молиться, чтобы сшибать своим взглядом всех мужиков с ног. Она не должна быть одна. Что значит одна? Олег Геннадьевич, я одна. Ну, что значит одна? Значит, не хватает жизненной силы внутри. Вы же родились в женском теле, она соткана из любви. Как это одна? Не может быть. Надо стать сильной. У вас заложена эта женская сила внутри. Все, вы должны быть очень красивыми все. Мужчина, я не могу найти работу. Что значит не могу найти работу? Ты мужчина, родился. У тебя огромная сила внутри. Ты можешь горы свернуть. Надо молиться, вырвать эту силу, сделать она, чтобы она тебя наполнила. Не надо быть истощенным человеком, не надо быть слабаком. Надо быть сильным. Нужно молиться каждый день для того, чтобы была сила жить. Мужчина становится мужественным, женщина красивой. Каждый человек, который связывает себя с Богом, он наполняется силой, он становится достойным внутри себя, сильным, мужественным, победоносцем. Все должны побеждать судьбу, и женщины, и мужчины. Каждый по-своему. Женщина красотой, мужчина силой. Красота тоже сила, только женская. Говорит, как выйти замуж? Надо быть сильной. Так раз посмотрела, и все, упал на повал. Все. Вот и все. Сила нужна. Нет силы, значит, одна останешься. Сила берется от Бога. Любая, женская, мужская, от Бога. Нет связи с Богом, значит, страдай. Мучайся. Нашла парня, не знает, выходить замуж или нет. Теперь другая проблема. Что нет силы понять. Хорошо, молись. Бог даст знания. Или подскажет кто-то старший. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова